здравствуйте меня зовут евгений я протерей по своей светской специальности я врач невролог имею подготовку по работе с зависимыми людьми консультант по химической зависимости на наш сайт экзогетру поступил вопрос приводит ли деменция или болезнь альцгеймера потери личности разберем сначала что такое личность личность понятие личности имеют различные описания в богословии и психологии в богословии под личностью понимается индивидуальность разумного существа ипостась разумного существа то есть ее отделенность обособленность от других разумных существ это понятие может быть отнесено к людям и к ангелам а в психологии личность это совокупность черт психических и социальных совокупность черт человека определяющих конечно его индивидуальность и в таком смысле мы должны еще рассмотреть человека как существо состоящее из души духа и тела в чем содержится личность в теле или в духе и душе личность человек содержится во всех трех составляющих элементах человеческой природы что касается души ее еще называют она психикой то есть научное отношение к невидимой сфере человека психики можно относиться двояко либо это сущность которая проявляет себя через нервную систему это мы называем психи или душа либо психика это функция нервной системы а то есть значит как говорит как говорят что психика вырабатывается нервной системы подобно тому как желчь вырабатывается печенью и вот в это в этой связи вот личность где в чем она содержится если она является содержанием сущности души то есть то это мы понимаем что душа она вечная бессмертная и таким образом и личность которая содержится вот в этой душе она не исчезает с расстройством скажем внешних проявлений души человека то есть болезнь альцгеймера лид имеет деменция деменция что такое деменция деменция переводе с латинского языка безумие сейчас отсутствие здравомыслия ослабление памяти потери каких-то способностей человека и ну конечно это мы видим человека изменившегося в таком случае он слабо умный вот если мы будем рассматривать с точки зрения светской светского подхода то есть точки зрения психологии психиатрии то мы видим личность конечно изменена и и быть может потеряна вот но с духовной стороны духовной точки зрения вечная душа содержит себе соответственно вечную личность и она не исчезает и не теряется таким образом человек внешне может при может себя проявлять как человек безумный как личность пред богом и для вечности он конечно сохраняется внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео